Так, ну что? Эта камера работает уже или нет? Вроде как работает. Всем привет! Я, если честно, не знаю, кто вы, но меня, если что, зовут рядовой, и я уже очень-очень давний друг Шэдди Мэна. Мне просто Хантер зачем-то сказал взять Хамеру и сказать вот эти слова на камеру. Честно, не знаю, с кем я сейчас разговариваю. Напишите в комментариях, кто вы. В общем, если вы хотите, чтобы Шэдди поскорее поправился, потому что я вчера его еле-еле вытащил, он в таком плохом состоянии был, и хотите, чтобы его приключения продолжались, то давайте под этим видео наберём. Так, мне Хантер сказал, чтобы набрать 3999 лайков, и тогда уже скоро выйдет там новая серия. Вот, вроде как правильно всё сказал. А те, кто ещё не вступил в лагерь выживших в Шэдди Мэна, не подписался на канал, подписывайтесь прямо сейчас. Вот, подписывайтесь прямо сейчас на канал Шэдди Мэна и нажимайте на колокольчик. Вот. И я слышал, что у кого-то там начались уже каникулы, я там всех поздравляю. Вот. У кого каникулы. И так, ну, в принципе, наверное, на этом всё. Всем приятного просмотра. Шэдди Мэн, надеюсь, уже что скоро очнётся. Так, сейчас бы тут ещё, конечно, разобраться, как эту камеру выключить. Так, где-то, где-то здесь эта кнопка была. Так, вроде вот она. Давай. Доберёшься. Ты воин. На тебе. Ты воин, Шэдди. Господи, я весь кровью истекаю. Я задыхаюсь, вытащи меня. Вытащу, вытащу. Ты только смотри. Не молчи. Слышишь? Разговаривай со мной. Шэдди. Шэдди. Ой. Ой. Так. Что произошло-то вообще? Ай. Что это за деревьях у меня над головой сейчас висит? Руки. Есть. Ноги на месте. Голова вроде на месте, если я сейчас вроде как и думаю. Так, я что, живой что ли остался? Понять не могу. Так. Блин, а тело-то ещё ломят. Ой-ой-ой, как ломят. Если честно. Ой, что это за ширма здесь? Нафига не приволокли ты её? Только сюда понять не могу. Ух ты. Укол мне какой-то делали. Ребята. Господи, не верю в то, что меня вытащили. Хотя. Хотя, да. Ведь я помню, когда я на кнопку лифта нажал на минус. Вернее. Господи, я всё, я вспомнил. Господи, у меня просто память на секунду отшибла. Я вспомнил, как меня рядовой вчера вытаскивал. О, господи, спасибо, ребята, что-что вытащили меня. Я просто уже не верил. Да я потерял в тот момент всю надежду, которая у меня только была. Ладно, сейчас... Надо попробовать как-то встать. Опа. Опа. Отлично. Так. А что это мне за укол-то, интересно, всё-таки такое дело? Что-ли? Обезболивающее, что-ли, какое-то, или... Ой. Так. Спина-то как ломит ещё. И в лёгких такое чувство в грудной клетке, как будто бы у меня там тяжесть какая-то. Видимо, это всё следствие этого чёртового газа. Ладно. Живой. Вот оно, что самое главное. Ой. О. Рядовой. Дружичья, здорово. О. О, Шэдди. Ничего себе, ты уже очнулся. Ну ты даёшь. Быстро, однако, поправляешься. Молодец. Рад за тебя безумно, честное слово. Как ты как? Ну, как себя сейчас чувствуешь-то вообще? Ох, слушай. Честно, трудно сказать. Какое-то смешанное чувство. Вроде как я, конечно, и счастлив, потому что я живой, но... Меня сейчас... Как-то, знаешь, косточки как-то ещё побаливают. В грудной клетке вообще такое чувство тяжести прям-таки. Ну ещё бы. Ты этим газом там дышал без противогаза. Ты чего хотел-то от этого? Понятно уж, само собой. Ох, рядовой, слушай, спасибо вам большое то, что вытащили меня оттуда. Я, правда, очень-очень вам благодарен. Да ладно тебе-то что, это полностью твоя заслуга. Мы толком с Хантером даже сделать ничего не смогли, только встретили тебя. Ох, а кстати, а где Хантер-то сам? А он сейчас все лифты эти снова заделывает. Когда зомбаки, мы тебя вчера вытащили, вот под капельницу посадили. Вот он пошёл и со вчерашнего дня ещё не выходил. Заделывает там всё. А я вот здесь сижу, как бы... На рации вместо него отслеживаю сигналы. Может быть, люди выйдут на связь. А, понял, рядовой. Ладно, слушай. Ай, блин, мне бы свежим воздухом, конечно, подышать. Да, кстати, мне Хантер сказал, что тебе бы пойти прогуляться сейчас. Но ты, кстати, это, со стола там таблетку возле кровати возьми. Она тебе, ну, запей водичкой. Хантер сказал, чтобы ты её обязательно принял. И иди действительно прогуляйся по улице там недалеко. Окей, рядовой, понял. Так, таблеточка, значит, да? Чёрт, я никогда ненавидел вот эти таблетки глотать, потому что у меня их глотать просто-напросто не получается. Я не знаю, мне постоянно хочется её вот напополам разрезать, так что я, наверное, сейчас пойду и флягу с водой возьму. Слушай, рядовой, вы все мои вещи в комнату ко мне положили? Да, то, что осталось, всё в комнате. Всё, рядовой, понял. Пойду тогда экипируюсь и... Если ты на связи, тогда, если что, с тобой на связи будем. Да, конечно. Так, вот она, моя комнатка, родимая. О, не понял. А где костюм мой? У меня же костюм противопожарный был. Его что, зомби, что ли, порвали все на кусочки просто? Так, интересно, интересное дело. Слушай, рядовой, это, а где костюм-то вот этот вот оранжевый? Да на нём там вообще ни одного живого места не осталось. Я когда тебя доставал, он весь изрубленный был. На лоскусках весь. А, всё, понял, рядовой. Понял. Да, всё-таки моя теория была верна, я понял всё. Блин, обалдеть, весь костюм испоганили эти зомби. Конечно, там в бункере есть ещё один такой запасной костюм, но мне что-то пока что абсолютно туда не хочется идти. Так, ладно, где у меня тут вода, еда, господи, я уже тут... Ага, вот, во, господи, вода, вода, вода. Так, сейчас я таблеточку... Опа, съем и немного запить нужно. Опа. О, отлично. Надеюсь, то, что вот-вот уже начнёт действовать. Ну что ж, мне нужно сейчас по-быстрому экипироваться и... Пойду-ка я, наверное, действительно прогуляюсь по улице. Так, только вот, господи, патронов-то нет. Патронов-то совсем не осталось. Так, рюкзак мой. Да, вот они все вещи, которые у меня были. Только винторез и остался, получается. У меня только на нём патроны. А хотя на пистолете Макарова есть. Ну, вот тогда с пистолетом Макарова и с винторезом я и пойду. А то, ну, это капец, конечно. Полный капец. Действительно, вообще ни одного просто нет. А, нет. Конечно, есть ещё на АК вот этот вот магазин. Но, если честно, я, наверное, лучше с этим винторезом пойду. Потому что он, как-никак, более тихий, чем тот же самый Калашников. Да и у Калашникова, на самом деле, такая отдача. То, что у меня и так сейчас тело всё ломит. А если я ещё буду из Калаша стрелять, тогда у меня, наверное, вообще там я в обморок упаду от такой отдачи. Так, ладно, всё, рюкзак я свой любименький маленький забираю. Так, кладу вот сюда и костюм. Костюм я, конечно же, свой. Вот он костюм, на самом деле, вот пожарный уже порвался. А этот, как-никак, ещё до сих пор служит мне доброй службой. Так, с патронами, конечно, что-то нужно делать. Это совсем-совсем не порядок. Мне это действительно не нравится, потому что у нас ни одного нормального... Хотя нет, стоп-стоп-стоп. А в тот день, когда упал истребитель, я же помню то, что там очень много было эмок. А куда я их дел-то тогда? Здесь их точно нет, в медикаментах нет. Так, а бур, бровую установку я тоже возьму на всякий случай. Нет, в еде уж подавно не будет. Ээээ, я... Белый рюкзак, стоп! Вот оно где лежит-то всё! Бинго! Обалдеть! Блин! Всё тогда, винторец пока что временно отменяется, и я уж тогда... Да, всё правильно, вот он, пустой слот, остался. Получается, здесь лежала ещё одна эмочка. И я тогда, пожалуй, сейчас возьму одну эмку и четыре магазина для неё. А винторец я пока что, наверное, оставлю здесь. Как-никак, мне кажется, это оружие всё-таки стоит использовать в каких-то других ситуациях, нежели просто пойти-то прогуляться по улице. Я сейчас автомат... Так. Опа! Хочу взять для себя... Только для того, чтобы как бы подприкрыть себя. И не более того. Вот так, зачем мне две фляги с водой? Я, пожалуй, одну штуку здесь оставлю. Так, всё. Вот так вот, отлично. Медикаменты есть. Еда. Медикаменты я, пожалуй, сейчас... А, у меня бинты есть, если что. Окей. Так, тут всё взял. Телефон, главное, всю рацию положил. Так, ну, в принципе, всё. Великолепно. Я полностью собрался. Так, всё, дружище, я погнал, если что, на рации на связи. Окей, окей. Так, всё. Кстати, Хантер, интересно, знает то, что я уже очнулся или нет? Так, и поехали. Так, блин, не туда нажал. Опачки. О, Хантер! Здорово, только что тебя вспомнил, а ты как раз-таки тут. А, да, точно, мне же рядовой сказал то, что ты тут лифтами занимаешься. А я смотрю, ты быстро поправляешься, да? Хотя я рядовому сказал, чтобы он тебя ни в коем случае не отпускал. Да это... Рядовой тут ни при чём-то, что это я... Так скажем, по своей инициативе пошёл. У меня просто... Знаешь, нехватка воздуха как будто. Вот прям так и норовлюсь выйти на свежий воздух подышать. А, ну тогда не буду препятствовать. Если что, вы с рядовым там на связи, ему обязательно обо всём докладывай. Но у меня тут ещё дел выше крыши, а полбазы как-никак не осмотрено. Так что... Займись, займись, правильно. Иди прогуляйся. Окей, Хантер, давай. Ты тут это аккуратней тоже, как-никак, рацию рядовому оставил, а сам без ушей, без глаз, как без рации. Всё, давай, береги себя самое главное, Хантер. А, так. А, кстати, 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 я вспомнил. А как насчёт вот этого выхода, который сейчас находится вот прям таки вон там? Потому что я помню то, что там получается очень много земли было. И не придётся ли мне сейчас всю эту землю своими ручонками-то разгребать? Я тут подумал. И, кстати, получается, если питание мы тогда подали, то в бункере сейчас работает система герметизации. В принципе, эта штука должна заработать. Ну-ка. Опа. Да, отлично. Заработало. Всё верно. Алё, Шэдив, выйди на связь. Да, рядовой, что такое? Слушай, это чё сейчас за звук такой был? А, дружище, слушай, забыл тебе сказать. В общем, прежде чем мы выйти или зайти из бункера, нужно всегда активировать герметизацию. Я её только что активировал. Ты её не деактивируй, пока что я не вернусь. А то я просто-напросто назад зайти не смогу. О, понял. А то такой звук стрёмный был. Всё, конец связи. Да, действительно, рядовой-то не знал то, что как бы тут такая система. И да, я был полностью прав. Прав, тут весь вход завален просто-напросто землёй. Мне сейчас придётся это всё ещё и разгребать. Ну ладно. Так сказать, хочешь подышать свежим воздухом, сначала придётся немножечко потрудиться. Так, код я, к счастью, не забыл. У меня не окончательно ещё память отшибла. Как-никак, ещё кочерыжка у меня немного вроде как варит. Вернее, ну, котелок мой. Так, ладно, неважно. В общем, так, опа. Раз. Так, если честно, я даже не знаю, стоит ли мне разгребать сейчас всю эту кучу. Я думаю, то, что для безопасности, в принципе, я, наверное, вот эту всю конструкцию грязевую даже оставлю. Я понимаю то, что это выглядит нелепо с одной стороны, но мне кажется, пускай так будет. Вот честное слово, пускай пока что останется так. Так, и раз уж я вышел прогуляться, я не хочу шататься без дела, и я помню то, что вон там, вот за этой вышкой, так скажем, назову её вышка сотовой связи, за ней находилось что-то такое, что очень-очень сильно привлекало зомби. Если честно, меня это в данный момент тоже очень привлекает, и я вроде как помню то, что в этой тачке должен быть бензин, потому что я же как-то выгонял. Да, здесь есть, в принципе, примерно одна седьмая, одна восьмая вот бака, но я, наверное, всё-таки оставлю эту машину до лучших времён. Как-никак, сейчас каждая капля бензина, она на вес золота, вот на самом деле. Так, ладно, всё, оружие на изготовку. Так, магазин ещё раз сейчас проверю. Всё, магазин полностью сейчас заполнен. Так, зомби на горизонте пока что не видно. Я просто как-никак только-только с кровати поднялся, и я прям-таки чувствую то, что у меня какая-то замедленная реакция. Ой, господи, солдат, ты ещё тут висишь, да? Я понял, ладно. Сейчас я тогда на самую вышку, на самую-самую высокую точку этой сотовой вышки поднимусь. Вот так вот. Да, действительно, и зомби ещё до сих пор там находятся. Чё они там только делают, я понять не могу, что их там так привлекает. Вон он как башкой-то там крутит только, а? Обалдеть. Ух ты! А чё это там за пожар-то такой? Я, если честно, когда мне тогда Хантер позвонил, то что кто-то подал сигнал, я даже внимания на это не обратил, а там даже надпись СОС. На крыше построено, обалдеть. Так, нужно, нужно срочно до этого здания смотаться. Ух ты, там даже пожарная машина есть. Обалдеть, сколько тут... Блин, вот каждый раз удивляюсь, как куда-то не пойдёшь прокуливаться на этой базе, обязательно найдёшь что-нибудь новое. Вот и так каждый раз, если честно. Ай, ну, если честно, мне всё время не даёт покоя, когда же уже Резнов, Тимофеевич и Вулфи выйдут на связь, потому что я просто понятия не имею, как они там сейчас, где они находятся вообще. Ай, господи, как я за них волнуюсь. У меня каждый раз очень сильно сжимается сердце, я очень-очень хочу, чтобы они и правду остались живы, но ещё бы я это не хотел, чтобы они остались живы, так. Это как-никак, друзья мои, мы с ними и через огонь, и через что только не проходили. На тебе. Так, ладно, в качестве разминки эти зомби... Сейчас мне... Господи, их слишком много, так я понял. Так, на. Так, ПМ, пистолетик Макарма мой. Давай, дружище, сейчас, отойти в сторону, отойти, на, 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 гадина, получайте, куда ты там побежал? Господи, обалдеть. В последнее время, если честно, я такое за зомби замечаю, когда он остаётся один, они как будто бы начинают понемногу отступать и... И это может говорить только о том, что у них появляется какой-то интеллект. Как бы эти зомби, они мало того, что сами по себе не очень прихотливы, то есть по ним вон сколько нужно стрелять раз, чтобы они как-то вырубились. Так, если у них ещё и появится интеллект, то это пол на таз тогда будет. Так, чё у меня? Вот они, 9 миллиметров. Кстати, вот ещё одна аптечка у меня есть, и что, блин, я и дробовик зачем-то с собой взял, даже внимания не обратил. Так, блин, твою-то, откуда ты, гадина, появилась? Только, на, получай, чёрт, из меня кровь хлещет. Так, бинт, 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 бинты, бинты, срочно, срочно, так, опа, отлично, всё, успел, успел. Так, сейчас я в магазин быстро, опа, так, давай, да заряжайся, что ж ты будешь делать-то? Блин, у меня патроны не те или что-то? А-а-а, это же 45-е SCP калибр, господи, на что я только надеялся? Всё, у меня получается только один патрон на пистолете Макарви-то остался. Как я не посмотрел, так как же я так невнимательно? Но я говорю, я только очнулся, у меня получается... Господи, такая невнимательность, то, что я даже не посмотрел, то, что у меня патроны. Так, давай-ка, зомби, иди на меня, иди на меня. Так, сейчас я вот так вот с тобой поступлю. Опа, на тебе, покачерыжки прям твои зелёные. Так, блин, их там слишком много, если честно, мне это совсем не нравится. Отлично, с этим исправился. Так, если что, я сейчас, наверное, прямо на живот лягу. Так, давайте-давайте, зомби-зомби-зомби. Идите-идите на меня, идите на меня. Так, опа, вот так вот лёг. Сейчас я из положения лёжа. Так, на тебе, на тебе, на тебе. Так, эмочка. Так-так-так, вот так у тебя. Ты тоже. Получай. Отлично. А вот если бы я сейчас из автомата Калашникова стрелял, ведь, само собой, то, что у него убойная мощность, мне кажется, достаточно, ну, велика будет, по сравнению с эмкой. Но я бы себе так плечо, наверное, так от его отдачи отбил бы. Так, на, получай, всё, патроны кончились в первом магазине. Наверное, я уж слишком сильно расходую все эти патроны. Блин, нет, всё, я отступаю, я понял, я отступаю. На тебе, на тебе, блин. Так, ещё немного, ещё немного, двое осталось. На, получай, гадина. Опа. Бинтики. Бинтики, это самое главное. Бинтики, это очень-очень... Это очень хорошо, что я их с собой взял. Так, сейчас мне нужно обязательно проверить эту пожарную машину, потому что мне кажется, что в ней должно быть что-то... Ух ты ж, матерь божья! Господа пожарные! Вот педалаги-то! А ты как туда... Ты как туда залез-то только? Господи. Кого только не повстречаешь, чего только не увидишь в этом зомби-апокалипсисе, каждый раз просто удивляешься. Ух ты! Япона, мать! Полный баг! Обалдеть! Так я, может, тогда сейчас, ну-ка... Так, я сейчас тогда точно, наверное, просто на этой тачке буду кататься. Отовсюду. Чё ж, если у него полный баг, я, наверное, действительно тогда... Сейчас вон туда направо куда-нибудь скатаюсь. Сейчас тогда посмотрю, что там есть, потому что надо обязательно до этой надписи СОС доехать, потому что, мне кажется, её там не просто так поставили. И, кстати, вот это что такое за маленький бункер такой? Чё это такое, действительно? Блин, обалдеть! Машину на военной базе на этой нашёл ещё и с полным баком. Так, чё это такое, действительно? Ну-ка. Так, это мне сейчас показалось или там кошка мяукла? Так, нет, не показалось. Так, сейчас я, пожалуй, в присядку пойду немного. Так, кис-кис-кис, ну-ка. Кс-кс-кс, иди-ка сюда. Это чё такое? Так, бедная кошечка, иди сюда, маленькая моя. Ух ты! Твою-то! Ах ты ж гадина! Ах ты кошак подлый! А, так. Чё, ещё есть кто-нибудь здесь? Так, аккуратно, аккуратно. Это... Обалдеть! Это кошка, заражённая зомби-вирусом. Я впервые такую встретил. Я помню то, что были собаки, но то, что... То, что ещё и на кошек этот вирус действует. Это получается то, что этот вирус действует вообще на всех животных. Вот обалдеть! А вот ты, фермер, и развёл, считай, своё хозяйство. В... Блин. Тебя твоя же кошка, видимо, и съела. Так, а куда ведут эти двери, интересно? Я понять не могу. Ух ты! Блин, да что ж ты будешь делать? Да что это? Блин. Нет, нафиг. Я сейчас в приседе, наверное, пойду, потому что это... Это просто невозможно. Они такие бешеные, эти кошки. Так, знаете... Вот, отлично. Всё, вот это правильно. Это всё-таки правильно, то, что я пошёл в приседе. Там, наверное, если Хантер с рядовым сейчас слышит все эти выставки... Они, наверное, вообще не понимают, в кого я там так сильно стреляю. Господи, да когда же эти повороты-то закончатся уже? Опа, вот, выход куда-то. Так, что это за комната здесь такая? Так, забор какой-то, сено. Что это такое, блин? Так, ну-ка. Ты не зомби? Вроде как не зомби. Ну-ка. Обалдеть! Да тут целая ферма на этой базе даже есть. Вот что тогда эти зомби, получается, тут делают-то постоянно? Они чуют то, что запах незаражённой плоти, и они хотят просто этих животных съесть. Свиньи, коровы, обалдеть! Так, а куда тогда там же вторая железная дверь ведёт? Обалдеть, обалдеть, обалдеть! Только сможем ли мы содержать всех этих животных? Я, если честно, не знаю, потому что у нас... Нам бы себя, на самом деле, прокормить. А чтобы прокормить вот такие огромные стадо коров и... Загоны свиней, на самом деле, нужно просто огромное количество... Огромные запасы сена. Хотя, вроде как, это сено здесь имеется. Если что... Даже курицы здесь есть! Обалдеть, просто! И они все не заражены, и тут просто вот это бронестекло какое-то стоит, и вода есть. Трава есть, яйца, они даже яйца несут. Обалдеть! И, ребята, если честно, мне кажется, точно удивлятся, когда узнают то, что на этой базе есть даже... Самая настоящая искусственная ферма. Так, это место я обязательно, в обязательном порядке запомнил. Если что, вот они там что делают, а я-то постоянно думаю, что их там так манит сильно. Так, ладно, сейчас самое время тогда проехаться вот до этой... До этого здания, посмотреть, что в нем. И думаю, то, что, наверное... Так, господи, я уже вижу то, что тут зомби бегают везде так. Блин, нет. Ладно, пока что я нахожусь в этой машине, а тем более это пожарная машина. Они мне точно ничего тут сделать не смогут, потому что она... Эта машина крайне-крайне тяжелая. Так, ладно, сейчас нужно как-то... Опа! По-быстрому выйти отсюда! Черт, все время не получается у меня это сделать. Так... Да, все отлично, бинтики. Так, опа! Великолепно! Так, что здесь только происходило, интересно, потому что... Так... Обалдеть! Это все здание просто по всему периметру... Забито мешками с песком, и я слышал только что, что там открылась железная дверь. Снова эти чертовы механизмы железных плит. Вот они, эти инженеры, сами себя и погубили. Они что, головой не думали, что... Кто-нибудь снаружи вот наступит вот на эту нажимную плиту, и дверка сразу откроется. Так, что у нас там вообще имеется-то? Господи, это что такое там происходило? Это вообще зомбак вниз головой висит прямо-таки со второго этажа. Обалдеть! Так, ну-ка... Опа! Вижу зомбаков, окей, я вижу. Так, ладно, буду их потихоньку тогда выманивать на себя, потому что я не очень... Если честно, рвусь, заходить вовнутрь этого здания, когда там есть вот такие вот зомби. Так, у меня, кстати, план есть. Ну-ка, а что если... Опа! Вот так вот я сейчас стекло... Господи, да тут целый зверинец! Так, всё, я понял. Кстати, это нормально. Это... Это, кстати, классно. О, блин! Иди отсюда! Иди отсюда, кошка! Иди отсюда! Это нормально то, что я придумал сейчас. Как бы... Атаковать вот этих зомбаков через... Через это маленькое отверстие в стекле. Они даже не додумаются, откуда я их начинаю тут атаковать. Так, а что, где собаки-то все? Так, ну-ка, давайте-давайте, идите сюда все! Так, сейчас я вас... Хотя так, один зомби... Так, собака там вообще что-то... Господи! Так, и сверху они... Отовсюду только падают! Как бы мне сейчас... Прямо-таки на голову какой-нибудь зомбак не сел! Так, иди отсюда, собака! Так, и ты тоже, зомби, иди отсюда! Так, какие-то они, если честно, замедленные все. Видимо, они сами не понимали, что здесь вообще происходило. Так, ладно. Пока что эти зомби все отвлечены. Нужно проверить обязательно все эти ящики... На предмет какой-то полезной вещи. Но пока что, кроме обычной бумаги, я здесь вообще ничего не вижу. Самая настоящая, просто обычная бумага. Реально. Так. Это что там такое? Собака еще одна? Так, реально, собака. А что у них с нюхом-то? Они вообще не чувствуют то, что тут, как бы... Я, живой человек, хожу! Фух, все отлично, так, спокойно, спокойно. Что-то я как-то уже, если честно, нервничать начал. А что здесь было? Бомбардировка какая-то? Хотя, вроде, крыша не пробита. А как... Что здесь было-то вообще? Может быть, военные специально... Пол подорвали, чтобы, как бы... Зомбаки не прорвались. Так, вон, они все застряли в этой колючей проволоке. Сколько раз, если честно, убеждаюсь, что колючая проволока, это действительно очень и очень действенная вещь. Так... На, типа, опа! На, получай! Вот она, собака просто-напросто зацепилась шерстью. Так, ну-ка идите сюда все. Так, на-на-на-на-на-на-па. Так, еще зомбатина, зомбатина. Так, а вот эти, получается... Ой, нет, я понял, я понял. Так, сейчас аккуратно, аккуратно, аккуратно. Главное, чтобы они меня только не задели. Чего ж вы все сюда-то забились? Я понять только не могу. В маленькую коморочку, в теремок Залезли тут все и сидите Сколько вас тут только было-то Обалдеть Фух, всё вроде как Господи Чё здесь только было-то, зомбаки Прям на колючей проволоки висят Они прям прыгали на этих военных Эти бедолаги отбивались как могли Так, кстати, у них при себе Какие-то автоматы имеются, что это такое Хайка МП-5К Это получается, видимо, пистолет-пулемёт Который стреляет патронами 9-ти миллиметров Насколько я понимаю, да Так, сейчас я проверю это дело Так, ну-ка Попробую сейчас дозарядить Магазинчик Да, это получается, она стреляет Это ПП-шка 9-ти миллиметровыми патронами Так, у тебя что, дружище Тоже хайка, ладно, я, наверное, остальные Пушки, хотя нет, я, наверное Одну штуку ещё с собой возьму У меня как-никак сейчас вроде Немного с собой предметов и двигаться мне Достаточно не тяжело Так, и вот так вот потихонечку Как только наберу полный магазин На эту хайка Сразу же наполню, вернее, сразу Заряжу эту пушку Так, кстати, я ещё холодильники не проверил Думаю, то, что обязательно стоит Это сделать, мало ли тут Мало ли тут будет еда Эта еда тут действительно есть Только, если честно, я не знаю Насколько она Это что, клубника, что ли? Обалдеть, клубнику, ягоды, зелёный перец Жёлтый перец Блин, интересно, а кто-нибудь там Хантер или рядовой Они вообще готовить умеют? Потому что мне кажется То, что я сейчас на базу Столько ингредиентов принесу То, что они просто обалдеют От такого разнообразия Вот почему, видимо, все военные Держат осаду Вот прям-таки на На общественных столовых Потому что им, получается, нужно здесь Просто организовать оборону А насчёт передвижения еды Им даже не стоит беспокоиться То есть они просто занимают здесь место Заколачивают все окна И по максимуму Пытаются сдержать Оборону Но У них вроде как это не очень получается Так, сейчас я этот сундук тоже обязательно проверю Ой, какая-то надкусанная ребёшка И ножик Мне это Пока что не очень интересно Так, здесь что такое? Ага, я понял Вот здесь, получается, все эти Кровати посыпались вниз Со второго этажа Когда здесь эта облава с зомби началась Только я понять не могу, что здесь происходило Если тут намного Настолько много зомби Если честно, я и на улице такого количества Их никогда не видел Сколько их сейчас находится Вот в этом здании Это самый настоящий оттаз, если честно Так Так, сундуков Просто дофигища здесь Может что-нибудь полезное найду Не знаю, рацию какую-нибудь Так, пустая фляга с водой Мешок какой-то Лента Так, что это за нож такой? Я не знаю Тактический нож Вроде как немного похуже, чем мой Опа, еще сухой паёк Но я этот нож все равно возьму Может быть рядовому он понадобится О! Так, это написано то, что Какая-то снежная одежда Но если честно, мне эта одежда больше напоминает Какую-то городскую маскировку Если честно, выглядит это очень даже Мне нравится Мне, если честно, нравится Как выглядит этот стиль Так Но Пока что я буду оставаться в своем костюме Так, я вижу то, что Блин, там еще зомбаки ходят Так, попытаться что-ли Как-то отстрелять отсюда Хотя они вроде как спрятались А здесь я перепрыгнуть даже никак не смогу Ладно, тогда попробую сделать это с этой стороны Так, опа Сейчас аккуратно Так, ну-ка Ага, упал Вниз Свалился Ну так тебе, зомбятина, и надо Так, что я тут как-нибудь пролезть-то вообще смогу? Так, вроде как Опа Вот так вот Аккуратненько должно Опа Получиться Да, отлично Все, великолепно Эти зомбаки упали вниз Ой, блин А тут месиво-то какое происходило только Так, что у тебя, дружище, тоже? Да, тоже 9-ти миллиметровые Я их тоже сейчас все, конечно же, забираю Дозаряжаю вот в этот магазин Отлично У меня теперь полный магазин Набрался на эту пушку Теперь могу, в принципе, с нее стрелять Тут даже стекла выбили Они, видимо, чуть ли не друг в друга стреляли Когда зомби окончательно добрались сюда Они, получается, сначала полностью запланили первый этаж Потом военные отступили вот сюда И заняли уже второй Кстати, тут, видимо, аптечки какие-то есть И патроны Только патронов тут, конечно же, нет, получается Потому что они оборону тут активную держали Так, у тебя здесь что? Какие-то 9-ти миллиметровые Вернее, не какие-то, а 9-ти миллиметровые патроны Так, рация какая-то Так, это не моя рация Черт, это... Это... Это откуда-то оттуда доносится Так, а... Как эту дверь-то открыть? Там... Эй, живой! Слышишь меня? Живой, нет! Слышишь? Подай какой-нибудь сигнал Скажи «да», не знаю, рукой махни Хочешь что-нибудь сделать? Ты живой или нет, дружище? Господи, там кто-то в комна... Там в комнате кто-то живой Как войти-то? Как войти-то в нее? Господи, ключ, 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 срочно! Так, что это за ящик? Взрывчатка? Да, взрывчатка, а где ключ? Да, где ключ? Так, что у тебя? Ключ! Я ключ нашел Я нашел ключ Так, что это за ключ? Ключ от генераторной Что за генераторная? Так, а ты это работает? А что если здесь? Так, тоже работает Эй! Так, парень Или девушка? Ты живой, нет? О, господи, что с тобой сделали-то только, а? Господи! Эта рация у него И правда Так, ну-ка Что по ней передается-то вообще? Лай какой-то Выстрелы идут Так Получается Собака же не могла Сама рацию активировать Получается, кто-то остался живой Ведь кто-то эту рацию Стой! Сторонные линии активировал? Господи! А если это Вулфи? А если это Вулфи? А почему бы и нет? Я понимаю то, что шанс очень мал Ну а что если это Вулфи И это Тимофей Срезновым Активировали эту рацию Сейчас Господи, какая же там пальба идет Так, срочно, срочно Нужно ребятам Нужно ребятам все это доложить Так, так, так Нужно, нужно побыстрее Так все это дело осматривать И Поскорее, поскорее Уже бежать на базу КОНЕЦ 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 КОНЕЦ